Такая несколько шокирующая для меня новость. Как сообщают, ведущую «Эхо Москвы» Татьяну Фильгенгауэр госпитализировали в Москве. Сегодня на нее с ножом напал в редакции неизвестный человек. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем твиттере. Он заявил, что ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил ее в горло. Она госпитализирована, ей поставили катетер, пишет Венедиктов. Не знаю, как вы, но лично мне Татьяна Фильгенгауэр была всегда очень симпатична. Она одна из немногих реально адекватных журналистов на этой радиостанции. Мне было всегда такое ощущение, что ее сажали разговаривать с очень умными людьми, потому что она, как правило, не говорит никаких глупостей, реально эрудированная и образованная с чувством юмора. Мне очень жаль, что с Татьяной это случилось. Венедиктов сообщил Интерфаксу, что в настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится Татьяна. Мне только известно, что она дышит. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. В настоящий момент в здании радиостанции работает полиция. Также он добавил, что в редакцию ворвались двое мужчин. У одного из них в руках был нож, у другого какой-то острый предмет. Сначала мужчина прыснул из баллончика в лицо охраннику неизвестную жидкость. У него повреждена роговица глаза. Потом прорвался на этаж, ничего не кричал, ничего не говорил, по мнению очевидцев, немного приобнял ее и в этот же момент нанес ей удар в горло. В любом случае, это одна из самых вопиющих историй последнего времени. Нападение на журналиста на рабочем месте с нанесением серьезного ранения с угрозой для жизни. Мне хотелось бы выразить слова солидарности со всеми журналистами «Эховом Москвы» и, конечно же, сказать Татьяне, чтобы она обязательно выздоравливала. Лишний раз убеждаюсь в том, что жить и работать в такой стране, как Россия, небезопасно для жизни. Выздоравливайте, Татьяна. Мы надеемся, что все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!